Всем привет дорогие друзья, с вами снова Александр и давненько я вам не рассказывал ни о каких интересных колясках И сегодня я хочу с вами поговорить о коляске, которая наверное одна из самых интересных сейчас на рынке Учитывая, что много таких известных брендов ушло, что похоже на эту коляску И сегодня она получается у нас самым таким интересным продуктом, премиум сегмента Вообще не побоюсь этого слова, очень круто все сделано Это коляска от компании Cybox, модель называется Gazelle S Вот как сейчас вы ее видите, кстати, это одна из вариаций компоновки этой коляски Потому что вообще она подходит для погодок Я могу сюда убрать вот этот входящий в комплект дополнительный багажник, который переносится отдельно И поставить еще сиденье, автолюльку, люльку, две люльки, два сиденья Компоновать я могу как угодно Вот, кстати, скоро выйдет сравнение ее с Аппо Бэйби Вистой коляской Которая, в принципе, по идее, очень пересекаются с ней тоже для погодок, хорошо подходящая И, соответственно, мы, как говорится, лоб в лоб сравним Но сегодня мы изучим Gazelle S для одного ребенка в вариации И, соответственно, посмотрим, что это за зверь такой Но сразу вперед забегая, очень мне понравилась коляска Очень качественно, очень все круто сделано Сейчас я не рекламирую ее Я говорю объективно По моему личному мнению, это очень, скажем так, не приукрашено Потому что тут реально придраться не к чему Очень много народу ее едут, смотрят, всем нравится Хорошо продается В общем, друзья, действительно стоит свое внимание Тем более сейчас акция, внизу по ссылке пройдите Для премиум такого сегмента цена вообще ерунда Пол айфона нового Вот так вот Так, немножко технических характеристик Cybox вообще немцы, кто не знал Вес коляски вот с люлькой 13,7 С прогулочным блоком к нему мы дойдем 12,8 А когда мы ставим сюда и прогулочный блок, и люльку Она весит 17,5 кг Друзья, вот этот вес, он, пускай вас не пугает Для двоих детей она не может быть легкой Но это говорит о ее очень большом запасе ресурса в ней Поэтому вот когда вы даже для одного покупаете Вы понимаете, что она сделана очень крепкая И выдержит реальное издевательство над ней Поэтому очень хорошая, крепкая, надежная колясочка Так что давайте приступать Посмотрим, что за зверь такой Кстати, для эксплуатации важный момент 65 сантиметров колесная база Это важный момент, потому что старые дома, лифты Там 63 сантиметра И чтобы 65 заехало, нужно его физически чуть-чуть додвигать Поэтому имейте в виду, есть такая вот особенность В таких вот колясочках Так, смотрите Начнем, естественно, с люльки Вот этот вот багажничек Модный, прикольный Он съемный И можно компоновать по-разному Он, соответственно, тоже в комплекте И не надо, не пользуйтесь Ну, реально прикольная, удобная опция Когда вот так вот Вы можете еще дополнительно свои вещи какие-то опускать Здесь есть кармашечек Внутри глубокий На замочке В общем, как по мне Вот это вот крутая затея И стильно это даже выглядит в конце концов Но перейдем мы с вами Давайте уже к люльке Кстати, чтобы снять люльку Очень удобная тема Как кнопки с памятью Я нажал, видели? Одну, вторую И потом спокойненько Снял ее И обратите внимание Я могу по высоте Регулировать Люлечку Компоновки Когда для погодок Здесь это необходимо А когда мы используем ее для одного ребенка Это нам как такой классный, приятный бонус С возможностью поднять ее наверх Сейчас только нужно сначала поднять Вот так вот А потом ставить Вот Как по мне Возможность регулировать Ну, можно еще выше поднять Если что Возможность регулировать по высоте Это крутая опция Потому что родители разные Кому-то нужно ниже Кому-то выше Вот эта трансформация Она играет ей на руку Что касается люльки Люлька классическая Такая же, как в принципе Балио СС Очень похожи они Но здесь мне лично больше нравится ткань Как я говорил Это премиум продукт И ткань тут действительно дорогая Классная, приятная ткань Вообще без вопросов В козырьке есть возможность Вот так откинуть москитную сеточку С окошечком Увидеть Отгибается и убирается Козырек внутрь дополнительно Если это кому-то нужно Ручка транспортировочная Удобная Кстати Накидка на ножки Здесь пристегивается К люльке Четырьмя кнопками Очень надежное крепление А сам бортик Который достаточно высокий Тоже на кнопках Здесь сбоку фиксируется Так, давайте заглянем Внутрь Люлечка внутри Очень просторная И отмечу, что Здесь очень хорошая глубина Точные технические характеристики Внизу в описании Зайдите, посмотрите Там все в сантиметриках Но мне очень нравится матрас Он какой-то мега Мягкий, приятный И очень крутая ткань Ну, за эти деньги Друзья, как бы Само собой разумеющиеся И, кстати, еще два Кармашечка сбоку Снизу, точнее говоря В ножках у ребенка Тоже имеются Это что касается Люльки Давайте теперь мы ее уберем С помощью кнопочек С памятью И поставим прогулочный блок Обязательно подпишитесь на канал И дождитесь обзор Сравнения с Вистой Мы будем подробно Разбирать Как компонуется Это все Сравним В обеих колясках Как это выглядит И Вы уже можете Сделать выбор для себя Смотрите Коляска Точнее говоря Прогулочный блок Естественно Реверсивный И по ходу И против хода Можно ставить Само собой Я сейчас в этом же Высоком положении Поставлю Прогулку И прогулка Здесь Классическая Для Cybex Она очень похожа Во всем модельном ряду Во всех их колясках Вот Здесь есть у нас Дополнительно Бортик Подножки Подножка Естественно Регулируется Куда же без этого Козырек Сейчас мы видим Уже С открытой Дополнительной секцией Также с окошком Сверху С сеточкой Секцию Можно закрыть В принципе он нормальный Но обычно Кто его открыл Он так открытым И остается Потому что Запас козырька Хотят иметь все Высота спинки Здесь очень высокая И при высоком росте детей Запас спинки Будет у вас Хороший Достаточно И матрас Который используется В спинке Он тоже мягкий И при длительных поездках Ребеночку будет здесь комфортно Что касается безопасности Друзья Пятиточечные Классические ремни Мягкие накладки И на паховой зоне И на плечевой Ну само собой Друзья В таком сегменте По другому не бывает Здесь нужно искать К чему придираться Разве что Что бы я хотел бы Это наверное Чуть более закрытый Прогулочный блок Но на самом деле Это решается Всего лишь Там накидкой на ножки Или конвертом И при любом блоке Ребенок может быть Хорошо закрыт Комфортно себя чувствовать Так Смотрите Что касается Рамы Давайте с вами Посмотрим на раму Рама здесь Видите Такого матового Бронзового цвета Очень классного Ручка у нас В эко-кожи Бампер в эко-кожи Откидывается Как калиточка Вы это уже увидели Ручка регулируется У нас По Высоте Телескопически Для любого роста Человек При любом росте Найдет для себя Удобную Высоту Что касается Колес Друзья Колеса просто резина Они легенькие Непрокалываемые В общем С колесами Вопросов нет Есть амортизация Вот здесь она находится И ход Очень приличный Давайте посмотрим Спереди Я бы не сказал Что она прям Плывет Как подушечка Перевая Но это достаточно Комфортная амортизация Для городской Парки И тому подобное Эксплуатации И хочу обратить внимание Сразу же на багажник Друзья Здесь багажник Просто царский Ну Здесь он необходим Потому что Когда мы два Прогулочных блока Если поставим Ножки одного Из ребенка Они опускаются В багажник Поэтому здесь Это обусловлено Именно Особенностью Этой коляски Вот А так Он очень большой Вместительный Вшитый В основании Пластины Пластиковые Вот Чтобы он не провисал Поэтому Здесь в принципе Вот Все хорошо И Реально Вот Придраться Сейчас я Не могу Ни к чему Потому что У нее сейчас Очень невысокая Для такого Класса Коляски Цена И Найти Какие-то минусы Всегда можно Но Есть же Как бы Стоимость Всего этого И поэтому Пока вот Особенно Такое предложение Я не знаю К чему Придраться Вот Кстати Тормоз Я вам не показал Тормоз Мы Нажимаем Встали И Нажимаем Поехали Точно Такая же Система Тормоза Ее конкуренты А по Бэби Вистов Поэтому Мы их И хотим Сравнить Вот Собственно Давайте Теперь Посмотрим На то Как коляска Складывается И складывается Ли она С прогулочным Блоком Вот этот момент Мы сейчас Вместе с вами И узнаем Потому что Написано Одно Здесь смотрите Важный момент Сам про это Сейчас забыл Здесь когда Мы складываем Вот нужно Нажать кнопочку На ручке И Вот этот рычажок Оттянуть Влево И нажать И тогда Это весь механизм Работает Но стоит Блокировка Вот с этой стороны Это от случайности Которые можно Вот так нажать Надавить И она сложится Но этот фиксатор Не дает этому Произойти Случайно Поэтому нам Нужно сначала Его отодвинуть Другой рукой И нажав Эти кнопочки Тогда толкаем И вот В таком случае Она у нас Сложится Видите Она у нас Складывается Вместе с блоком Нам Чтобы сделать Чуть компактнее Не помешает Снять бампер Просто вот так И соответственно Для такого рода Коляски Друзья Это очень неплохой Показатель Когда мы можем Вот так Спокойно ее сложить Если нужно Можно Спокойненько Вообще Без проблем Снять колеса Сейчас Секундочку Тут Снизу Есть одна Кнопочка На которую Нам нужно Надавить Чтобы Можно было Снять колеса Сейчас Секунду Не видно Мне этой кнопочки Вот Снизу Вот здесь Кнопочка И вот таким Образом Она у нас Будет сильно Компактнее Эти же колеса Можно в пакеты Сверху положить И Соответственно Ехать дальше Обратно Когда мы Вставляем Здесь Вот это Вот Металлическое Основание Штырек Он Не полностью Кругный С выемкой И Этой Выемкой Нужно Попасть Правильно В отверстие Так Собственно Давайте И раскладываем Вот Собственно По большому счету Мы все рассмотрели С вами Добавить Мне уже Нечего Повторюсь В обзоре В сравнении Свистая Мы разберем Ее Другую Как говорится Сторону И Для погодок Сегодня Рассмотрели Как вариант Два В одном И Как по мне Учитывая Особенно Цену Это Просто Крутейший Вариант Зная Сайбекс Качество Надежность Ликвидность На вторичке Вот Поэтому Не знаю Я не могу Ее не рекомендовать Ссылочка Внизу В описании Напоминаю Есть Пройдите Посмотрите Вот А вы Если сомневаетесь Можете Приехать В любой Из магазинов Ферстбаги Их Одиннадцать В России Скоро Будет Больше Вот И Соответственно Вживую Поочию Сравнить Можете С ребеночком Приехать Покатать По магазину И сделать Уже Какие-то Свои Выводы Но Я лишь Хочу Пожелать Вам Сделать Хороший Грамотный Выбор И Удачи На Дорогах Всем Пока